Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы готовы для диалога и готовы отвечать на ваши вопросы. Подтверждаю, готовы, наверное. Одно из моих любимых слов, все время быть неуверенным, это так, ну или постоянно, или часто быть неуверенным, такая позиция может быть. Ну, по крайней мере, можно подготовить себе какое-то отступление, да, вдруг нас о чем-то спросят, о чем мы не сможем сказать. Ну, в общем, мы сами на это напросились, мы действительно, я сейчас за нас с Еленой говорю, ищем, если их заранее нет, вопросов психологического свойства, даже, может быть, тех вопросов, которые психологии могут и не относиться, вот, но в основном, да, мы ждем каких-то, может быть, ваших историй и продолжаем обсуждать то, что нас беспокоит в бытовом смысле, в семейном каком-то смысле, да, на психотерапевтических консультациях и так далее. Предлагая людям рассказывать истории, мы, наверное, предполагаем, что за любым содержанием этой истории есть переживания какие-то, и тогда мы можем об этих переживаниях поговорить. Ну, я бы еще вот что добавил, предлагая людям, ну, мы живем сейчас во время, которое некоторые специалисты или много специалистов называют время историей, и человека, по сути, обозначают как животное, которое рассказывает истории, да, рассказывает и слушает. Много же всяких определений. Человек работающий, человек прямоходящий, человек разумный, в данном случае человек, рассказывающий истории, да, и мы, ну, воистину живем во время, где истории масса, они в виде сериалов, в виде различного другого рода нарративов представлены. Мы немного об этом говорили. Я думаю, что за историями не только есть повествование какое-то, но очень часто скрыт, скрыты, может быть, для самого рассказчика какие-то вопросы. И в терапевтическом, в психотерапевтическом пространстве в этом смысле специалисты являются тренированным народом, тренированным, чтобы услышать, а что же вместе с историей принес человек. Он может иногда сформулировать это, ну, хочу там спать лучше или там хочу стать более успешным. Вот. Иногда, значит, часть специалистов говорит, ну, буквально это и надо делать, да, помогать ему частью успешным, стать успешным. Ну, очень часто мы наблюдаем, что люди, произнося эти слова, хотят каких-то других вещей, но формулируют это. Ну, например, я хочу замуж, да, говорит человек, а потом женщина, а потом выясняется, что она не хочет отличаться от своих подруг, потому что те уже все вышли замуж, ее ровесницы, а она еще не вышла. Они ее затюкали просто, ну, когда ты выйдешь, или ее родственники затюкали. И она, в общем, хочет замуж не потому, что она хочет создать семью, а потому что она хочет, ну, просто исчезнуть с радаров вот этих вопросов, да, чтобы в конце концов ее перестали донимать. Ну, и все-таки с ребенком может быть такая же история, да, я хочу ребенка, но у нас не получается. А бывают истории, когда люди говорят, вот прошло уже там 10, 15, 20 лет, а я все равно, вот мысль на этой истории всплывает и всплывает в воспоминаниях, и она как вот такая жвачка, но такая жвачка, где переживания, связанные с этой историей, они вот в каждый настоящий момент становятся актуальными. И человек не всегда понимает, почему эта история вот так вот себя ведет или проявляет, да, в его психике, в его душе. Ну, да, ну, причин может быть много этому, может быть, мы сегодня что-то услышим, какие-то истории, которые люди носят в себе, и эти истории в них живут, влияют на их развитие какое-то, да, на отношения, на выборы, ну, много на что. В этом смысле, конечно, мы можем сказать, наверное, что во всех нас живут какие-то истории, ну, если считать, что родительские предписания, рассказы являются какими-то историями или обрывками истории, да. Ну, если все, конечно, можно все свести, в принципе, к историям, наверное, не стоит этого делать. Ну, в общем, так, у нас вот сегодня, наверное, такое длинное вступление, вот, к тому, чтобы сказать, зачем нам эти истории нужны. Не ради того, чтобы их послушать, не ради того, чтобы они были, не только ради того, чтобы они были произнесены, но и в том числе попробовать, может быть, в них разобраться. Вот, а я думаю, что, я думаю, что каждый, кто разбирается в чужой истории, если он, ну, чуть-чуть мудр, он одновременно разбирается и в своей истории. Никогда не получается заниматься кем-то другим, не занимаясь самим собой. Вот. Ну, пока, пока нам не предложили какой-то вопрос, вот так традиционно, Елена, вы меня спрашивали, о чем мы могли бы сегодня поговорить. Я периодически приношу вот к нам в передачу какие-то части встреч в кабинете психотерапевтическом. И вот сегодня я подумал о том, что, ну, было несколько встреч с разными людьми, посвященными одной теме. Теме маски или образа. Я не помню, мы подходили к этому или нет когда-то. Ну, достаточно длительное время назад. Да. Ну, это вот в моем, в моей практике это вот актуализировалось и, не знаю, субъективно, наверное, скажу, но с женщинами это чаще связано. Не буду сейчас анализировать, почему. И выражено это обычно такими словами, что, ну, надо каким-то образом выглядеть. Да. Ну. То есть не быть собой, а носить какую-то маску. Вот. Социально одобряемый. У меня сразу полет фантазии. Да, да. Ну, Елена, я надеюсь, я не обижу вас, если скажу, что это полет фантазии обычно традиционный, да. Вот эта вот идея маски как ненастоящего и настоящего спрятанного внутри, она очень распространена. И, кстати, среди коллег-психотерапевтов. И иногда мои коллеги, мы, наверное, каким-то образом, ну, как психологи говорят, фрустрируем, напрягаем своих пациентов, клиентов. Когда мы говорим, то, что ты мне показываешь, это не настоящее, а настоящее скрыто внутри. И вот это вот давай в помойку или с этим надо как-то работать. Вот это вызывает мощное чувство вины у самого человека. Он говорит, ой, я фальшивый, я ненастоящий. Ну, это такая, мы, по-моему, это слово употребляли, психотерапия, подозрение. То есть я, ну, есть философия подозрения. У нас звонок, Алексей. А, ну, отлично. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. С чем позвонили, рассказать историю или вопрос задать? Вопрос, даже не вопрос, а мнение ваше хочется услышать по поводу... Ну, вот есть такие социальные истории, мне кажется, они недавно опять ожили, по поводу конца света или грядущих войн. Ну, такие истории, которые, мне кажется, всех объединяют. А для вас они ожили в каком виде? И вот, ну, где-то вы о них читаете, видите, или, ну, это переживания какие-то собственные? Ну, это истории, которые мне рассказывают мои знакомые, улья, ну, приносят с собой их. Ну, конец света, пора покупать речную карту и тушенку. То есть, Дмитрий, хочу уточнить, они приносят эти истории уже с каким-то решением, то есть, ну, с желанием что-то делать? Ну, да, идти и закупаться. Да, да, спасибо за вопрос. Я, с одной стороны, не знаю, хочется еще что-то спросить, но я не знаю даже, что спросить, потому что к концам света... Можно спросить Дмитрия, как он в этих историях себя чувствует. Дмитрий, вы покупаете гречку, тушенку или что-то такое? Или вы... Ровно столько, сколько нужно на неделю или на месяц. Или на поход. А вы не боитесь конца света? Ну, наверное, не боюсь все-таки. Ну, мое... Я почему спрашиваю, потому что очень трудно реагировать. Ну, то есть, обычно, ну, трудно убедить людей. Да, ага. Не будет, а... А вот вопрос, а как вам удается... Ну, то есть, как вам удается, может быть... Я себе попробовал представить эту ситуацию. Приходят друзья, например, или знакомые. В общем, ну, так... Вываливают эту всю тревогу. И как в этом быть? Ну, сказать им, да ладно, все ерунда, но это в какой-то степени... Ну, может быть, с ними немножко разъединиться, да? Потерять общую волну или их переубеждать. Как вам удается, если есть какой-то секрет у вас? Ну, секрета нет. Я, наверное, буду послушать аргументы, высказать свои. Ну, есть какое-то собственное отношение, ну, такое, может быть, в этом слышится какая-то такая агрессивная позиция к миру или к тому, что вокруг происходит. Как будто бы хочется все это уничтожить. Эти истории, мне кажется, людям можно именно для этого, чтобы выразить агрессию. То есть вы сейчас говорите, если, ну, я так, может быть, перевел для себя, что люди приходят и говорят, что наступает не конец света, а конец свету. Ну, то есть, и этот конец от меня, ну, от меня самого он должен наступить. Это я свету угрожаю. Не свет мне угрожает, а я ему угрожаю. Какую-то такую штуку я услышал. Ну, да, как будто бы своему собственному свету и угрожаю. Ну, и обшутку можно, наверное, сказать, что, может быть, зря я летом решил рыть колодец, а надо рыть бункер. Присоединиться к этому очень, но мне лично трудно к этим идеям. Спасибо за размышления, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. За какой-то, да, за звонок. Комментарий. Такой интересный. Вот история необычная такая, да. Да, да. Мне Дмитрий сказал так, ну, приходят люди и там знакомые, друзья. Сейчас мы в передаче, и к нам пришел один человек, Дмитрий, который об этом рассказал. Я думаю, придут ли еще люди, которые скажут о конце света. Ну, гонцы такие, или, по крайней мере, те, кто об этом думает и так далее. Но вот эта вот идея о том, что, ну, идея, как сказали бы психологи, наверное, построенная на проекции, да. Проекция в данном случае в том, что, ну, такой первый пласт, в том, что вот эти агрессивные тенденции от мира, ну, он скоро закончится, он мне угрожает. По большому счету, они возникли в мире потому, что я их туда спроецировал. То есть это я миру. Это не он на меня гневается, а я на него гневаюсь, да. Я ему угрожаю. Это я хочу покончить с этим светом. Вот. И приближение апокалипсиса тогда я прекрасно чувствую, потому что даже по миллиметру могу это замечать. Ну, как только мой гнев где-то там внутри подспудно вырастает, я чувствую увеличивающееся напряжение, и, соответственно, мир мне начинает больше угрожать в этот момент. И, конечно, я замечаю этих всадников апокалипсиса, все признаки разрушения, да. Может быть, читаю Нострадамуса опять, Вангу. Ну, кто у нас, так сказать, люди, Ну, или читаю те ресурсы, где активно обсуждается эта тема, и где люди, заинтересованные вот этой тематикой, они предлагают свои какие-то новые вводные данные. При этом есть и другая сторона, и мы где-то, я думаю, посередине находимся. Вот этот фильм, который, по-моему, большая часть людей посмотрела, «Не смотри наверх», да, вышедший в конце года, вот, где речь, ну, идет об апокалипсисе, о конце мира, да, и о том, что можно, в общем, всякими такими штучками, а мы в процессе жизни, мы люди овладели способами справляться с собственной тревогой, да, очень, очень хорошо. Поэтому, может быть, какие-то такие моменты мы можем и пропустить, я не знаю, да. У меня почему-то возникла фантазия, я сегодня фантазирую всю передачу, вот ожидание конца света, оно как будто бы, ну, такое знакомое. То есть, да, когда там была холодная война, люди все конца света ожидали и в Европе, и в Америке, и у нас в СССР. А сейчас мы живем уже два года с коронавирусом, и все время там что-то меняется, да, все время непонятно, чего ждать. И вот это напряжение, которое внутри накопилось, как будто бы ищет выхода во что-то понятное. Вот мы говорили с вами про тревогу неопределенности, а тут какая-то тревога определенности. То есть, если я боюсь конца света или я боюсь войны, то вот от этих бед, ну, есть какое-то средство. Бункер выкопать вместо колодца, запастись, не знаю, гречкой, тушенкой. Ну, если говорить о бункере, о тушенке, о гречке, то это не тот конец света, который можно себе представлять. Гречка не является средством от конца света, да, значит, это какой-то частичный конец света, где можно выжить, ну, да, или где можно спрятаться. Поэтому, может быть, то, о чем Дмитрий говорит, это такой, ну, light, как сейчас говорят, версия конца света. Не все погибнет, а какая-то часть. И я думаю, что... Вот еще о чем. Я думаю, что вот эта вот фраза, помни о смерти, которая к нам от древних пришла, да, момента моря, она вполне... Она ведь пора на разные лады или вот тот самый смерть советчик у Карлоса Кастанеды, да, и у массы других литераторов, и в песнях обыгрываемая, да. То есть, если ты помнишь о том, что в скором времени все закончится, этот счет собственной жизни становится совсем другим. И для части людей... Для части людей ведь локальный конец света наступает. Кто болен неизлечимыми заболеваниями, кому сказали, что уже известно, когда эта дата наступит, да. И мы тоже знаем массу историй, когда люди по-другому начинают к этому относиться. Может быть, вот это вот... То, о чем Дмитрий сказал, таким образом люди хотят себе напомнить о том, что жизнь скоротечна, о том, что... Ну, и, соответственно, что-то сделать. Я только не уверен, что это... Ну, дело в гречке. Алексей, вот Дмитрий сказал, что он не знает, как реагировать, да. Ну, ему, видимо... Ну, могу предположить только, непонятно, какой посыл несут эти люди, да. Потому что, если бы, наверное, ему было бы понятно, он мог бы их или утешить, или подсказать, как брать этот бункер, да, или где лучше гречку закупать. Можем ли мы предположить, что приносят эти люди за историей? Вот мы начали передачу с того, что за каждой историей что-то есть. Вот что они хотят? Спасти Дмитрия, напугать его, разделить с ним свою тревогу, напряжение? Я думаю, что... Ну, по крайней мере, может быть, я сейчас свои мысли притягиваю сюда, о которых думал сегодня в течение дня. Я думаю, что люди приносят жажду жизни. Я думаю, что люди приносят страх конечности какой-то. Вот, как бы это сказать. Вот, может быть, то, как мы сейчас с вами об этом говорим, может быть, то, как я сейчас об этом... Мы сидим в уютной студии, да, вот, ну, там, пьем чай, мы не взъерошены, ничего, слава богу, нигде не гремит, и мы говорим о таких вещах, ну, как будто им в этом удобном, тревожном пространстве есть место. Как будто эти игрушки, ну, на самом деле не игрушки, там, конец света, смерть, мы можем взять вот в это освещенное пространство, как-то им поманипулировать и самих себя убедить, что это, ну, под нашим контролем. И, в общем, успокоиться по этому поводу, и поговорить о чем-то другом. Ну, о новых машинах, о телефонах, дети в садик ходят, там, в школу и так далее. Одна из тем. Я думаю, что, может быть, люди приносят вот бытовым языком выраженный вот этот страх небытия и страх смерти, который, может быть, не может быть выражен другим каким-то способом, да? Может быть, если бы они пришли и сказали, друзья, Дим, я боюсь умереть, или, может быть, возникли бы вопросы, с чего вдруг, да? Может быть, вот странно же, да, сказать, что я боюсь умереть вроде никаких оснований. Ну, вот я вам скажу, Лен, вы мне скажите, Алексей, какие основания? Вы как-то сильно больны? Нет. Там, вы недоедаете? Вроде нет. То есть бояться умереть прямо сейчас оснований нет. А для конца света оснований есть. Ну, парадокс такой. Потому что где-то летят кометы, и они могут попасть в землю, да? Где-то буквально может начаться война. Кто-то где-то психанул, нажал красную кнопку. Да, и вот для такой смерти всех. И вот это интересно, что внутри меня вроде бы оснований я не нахожу. Вот, ну, я там проверился, снимки какие-то сделал, да? Вроде не сильно старые еще, когда умирают, да? А для... То есть во мне их нету, этих оснований. Вовне они, вот, пожалуйста, на каждом шагу. А страх есть при этом? А страху нужно, ну, страху нужно же описание, объяснение. Нужна форма, нужен какой-то нарратив, какая-то история, которая могла бы его схватить. Когда страх схвачен историей, есть впечатление, что с ним можно как-то взаимодействовать. Его можно удержать, ну, можно что-нибудь приплести, да, нафантазировать. Ну, то есть он тогда становится частью вот этого речевого пространства, и, ну, может быть, это не так тревожно. Алексей, вот мы сегодня как будто бы какие-то слои снимаем, да, про истории, потом вот историю про войну, за историей про войну мы слоем, вот, добрались до слоя страха смерти. Мы не знаем возраст, да, Дмитрий не сказал ни в его собеседниках, ни его, но, судя по всему, взрослые люди. И тут вот, ну, мы предполагаем, что актуализировался страх смерти. Возможно, за ним что-то тоже стоит, да, и прячется, то есть какие-то события жизни, отношения, какие-то вопросы к самому себе. То есть мой вопрос, наверное, к вам из вашего психотерапевтического опыта в какие периоды жизни этот страх смерти взрослых людей начинает появляться? Ну, там есть возраст детей, 5-7 лет, когда они понимают, что жизнь конечна, и конечна жизнь их родителей. Ну, вот про взрослых людей, если сказать. Я думаю, что точнее, может быть, или ближе, я бы сказал, что этот страх не появляется, ну, и, соответственно, не исчезает. Он все время... Ну, я сказала, актуализируется, то есть он становится актуальным. Тоже, да. То есть это вот наша точка зрения о том, что мы содержим это в себе как люди, и периодически то обращаемся к этому или оно к нам обращается. Ну, примеры разные могут быть. Есть пресловутые какие-то периоды жизненные, да, и даже об этом пытаются говорить, когда, ну, у человека, ну, какой-нибудь средний, кризис среднего возраста, страх смерти или, там, приближение к возрасту тому, когда умерли родители, да. Умерли родители у кого-то в 70 лет, он приближается к этому возрасту, ребенок, да, сын или дочь. В общем, у него этот вопрос возникает к самому себе. Или другие значимые люди, друзья, например, да, то есть это какое-то переживание. Этот страх может внезапно возникнуть. Я свидетель массы историй, большого количества, когда люди приходят, и вдруг внезапно молодая женщина приходит и говорит, «Вчера умерла моя молодая подруга, и у меня такой ужас, такая паника». Ну, она внезапно умерла, да. Вот. И вот эта тема смерти актуализируется, и она, как бы, возникает в момент, когда ее никто не ждет, как в песне, да. Вот. Поэтому, мне кажется, что каких-то таких, ну, конечно, переживания болезненные, автомобильные какие-то катастрофы, да, аварии, где человек мог пострадать, да, ситуации насилия, пережитого во взрослом возрасте, внезапно, ограбления, да, угроз. Нелады в отношениях могут пробудить, ну, или просто проявить этот страх смерти? Нелады в отношениях. Интересно, что цепочка мыслей у людей похожа на то, как вода ищет для себя путь, и с высокого берега скатывается на низкий. Может быть. Я одну из цепочек могу нарисовать такую. Люди расстаются, например, один из партнеров начинает, ну, о котором я знаю, например, да, ко мне приходит один из партнеров, он переживает, он думает о том, что снова остался один, он может быть очень задет тем, что его не выбрали, или тем, что у него снова неудачные отношения, никому не нужен, одиночество, много тревоги, может быть, много вины, и появляющийся, мысли суицидального характера, например, да, то есть в данном случае страх смерти как будто приходит из собственных рук, как будто начинают появляться мысли о том, что, а зачем тогда, да, и какие-то такие тревожные фантазии о том, и человек приходит и говорит, я вообще начал уже подумывать, ну, как-то это я, конечно, не всерьез, и я не собирался, но подумывать о том, чтобы вот расстаться с жизнью, да, или что-то такое сделать, вот, и вот так мысль очень, ну, как будто быстро для себя находит вот этот вот, вот это русло, приближает человека к страху смерти, вот, а по поводу того еще, о чем Дмитрий сказал, ну, мне кажется, что мы и как, не как отдельные личности, а как большая часть человечества, да, можно сказать, как нация, да, можно сказать, ну, еще какими-то категориями, причем напряжения в мире очень много, мы угрожаем друг другу по разным параметрам, угрожаем войной, угрожаем санкциями, угрожаем еще какими-то мероприятиями, да, тюрьмой там, наказанием, ну, я сейчас не буду цитировать, все мы живем в публичном пространстве, видим, что происходит. Повышением цен там, много напряжения. Да, да, и, конечно, за этим, за всем видится урон, страдания, и с этим рядом, с этим очень рядом, смерть находится. Вот. Поэтому, вот, и, конечно, тема смерти еще актуализируется, нужно не забывать и помнить, что мы живем в основном в православной стране, говорю, в основном, ну, мы многонациональные, и страна с многими религиями, но православие очень мощная ветка, у нас в православии вопрос жертвенности, вопрос смерти, это тоже очень важный вопрос, да, они связаны, да, страдания и так далее. Поэтому очень много в этом смысле, я, по крайней мере, вижу тем, когда родители приходят и говорят, они, может, не всегда видят, что они кладут свою жизнь ради детей, поэтому они не разводятся, не защищают докторские диссертации, не делают карьеру, не переезжают в другую страну, не, ну, еще что-то там не делают, ну, потому что дети, потому что ради детей все это делается, ну, по крайней мере, это так звучит, вот, и это очень такая мощная тема, и вот тоже вы описываете ситуацию, да, жизнь положена ради детей, а дети вот раз и выпорхнули из гнезда, да, вот этот синдром опустевшего гнезда, и, возможно, тоже это как раз ситуация, где могут вопросы смерти, да, страха смерти вновь проявиться. И так, еще и так, когда дети говорят родителям, что, ну, так или иначе говорят, что их жертва была напрасной, мне все это не нужно было. Мне не нужно было, чтобы вы вот так делали, или ты вот так делал. И, конечно, в этом много обиды, конфликта, задетости, и, по сути, если, ну, я вспоминаю разговоры с родителями, и, по сути, эту жизнь можно назвать не жизнью, в каком-то смысле смерть, ну, потому что жизнь отдана ребенку. вот, и в этом вопросе очень сложно самим родителям, потому что, и разговор очень сложный, потому что это этический вопрос, это не вопрос патологии, или еще чего-то. Это можно перевести, можно конфронтировать как-то с этим, да, можно приводить примеры, но родители выбирают, или их родители выбирали отдать им свое, да, они выбирают отдать свое, в надежде, что дети там дальше как-то это понесут. Вот. Время меняется, взгляды на это меняются, поэтому, поэтому, наверное, так. Спасибо, Алексей. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо Дмитрию за звонок. Это вот у нас какой-то развернул здесь дискуссию, обсуждение. И мы принесли друзья, мы принесли теперь нашим зрителям эту тему, надежде, может быть, услышать ответ. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.